Кроссовер Kia Sorento четвертого поколения заполучил ценники. И они приятно удивляют. Стартовая цена выросла всего на 25 тысяч рублей. За эти деньги предлагают версию со 180-сильным мотором, шестиступенчатым автоматом и передним приводом. В базовый набор за 2 миллиона 150 тысяч рублей включены 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского сидения, светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль, плюс камера заднего вида. С полным приводом оснащение будет богаче. К подогревам передних сидений и рулевого колеса добавлен обогрев кресел второго ряда, багажные рейлинги, светодиодные противотуманки и передний парктроник. Второй силовой агрегат – это 200-сильный турбодизель нового поколения, с которым состыкован восьмиступенчатый преселективный робот. Такому кроссоверу вдобавок положено система выбора ездовых режимов. За исполнение на солярке придется отдать без малого 2 миллиона 600 тысяч рублей. Зато начальная версия имеет кнопку запуска двигателя, систему бесключевого доступа, электропривод пятой двери и салон, обшитый искусственной кожей. В топовом исполнении новый Sorento вообще стоит сильно больше трех миллионов, а значит за него придется платить налог на роскошь. И это только начало. С обещанной V-образной шестеркой кроссовер наверняка будет стоить еще дороже. Сборкой Kia Sorento занимается калининградский автотор. На этом же заводе начали выпуск другого внедорожника марки Kia – рамного мохава. Модель пережила большой рестайлинг и теперь готовится бросить вызов бестселлеру рынка – Toyota Land Cruiser Prado. В России решили делать не только версии со сплошным диваном, но и с разделенными креслами сзади. А вот мотор всего один – старый добрый трехлитровый турбодизель отдачей 250 сил, от которого момент передается через восьмидиапазонную автоматическую коробку. Отметим, что корейцы сохранили прежний кузов образца 2008 года, но передние и задние части полностью новые. Еще заметнее преобразился салон, где интерьерщики камня на камне не оставили от прежнего убранства. Интересно, что внедорожный рамник встретил ажиотажный спрос на своей родине, поэтому старт российских продаж неоднократно переносился. Цену, которая будет явно выше трех миллионов, узнаем через неделю-другую.